Мааа, Израэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эхан Когда мы с вами приближаемся к концу календарного года, это происходит каждый год в одно и то же время. Помните, как из фильма «31 декабря», мы все с друзьями, но, слава Богу, мы не будем ходить никуда, кроме того места, где называется Бейт, дом радости, дом милости, дом Божий. И это Бетель, дом Божий. Надеемся, что к концу календарного года, когда мы приходим к этому времени, у нас есть очень неординарные праздники. Праздники, которые отмечаются в иудаизме, и очень неординарные праздники, которые празднуются в христианстве. И иногда эти даты совпадают, попадают чуть ли не в одну категорию времени. Мы только недавно отпраздновали Ханаку, и мы говорили о стремлении еврейского народа очистить храм. Как и для нас, необходимое желание и стремление очищать свой духовный храм, и это обязанность каждого человека, верующего в Всевышнего. Чува, покаяние, очищение – это то, что важно для верующего, надеющегося на Господа. А теперь мы приходим еще к этому празднику, это чудесное рождение Мессии. И знаете, хотя большинством мессианских служений принято утверждать, что Иешуа родился во время праздника Суккот, кущей, но как бы ни было, я вам скажу, кто когда нас слушал, хотя мы пытаемся сказать, что, друзья, у нас, мы верим, и мы по всем исчислениям, Машиих родился в Суккот, но кто когда евреев слушал, все делают наоборот. И кто вообще принимает во внимание, что Ханукка до, вот как название, как и назвалось, Ханукка, было названием Малого Суккота. Возможно, этот двойной праздник во время Суккота и Малый Суккот во время празднования очищения храма мог быть перепутанным, и поэтому с такими большими отрезками времени могло бы сказать, ну, уже все, Суккот так, Суккот, но уже в декабре. В моей переписке с поздравлением наших друзей, некоторые меня поздравляли взаимно, обратно, и вам того же, то есть я говорил с рождением еврейского мессии, они говорят, и вам того же. Знаете, что я написал? Я написал, знаете, что люди говорят, так и да, он родился в Бифлееме. Они говорят, взаимно. А некоторые мне говорили, да, это довольно такие, которые принципиально говорили, ну, что-то делать, это нужно было праздновать еще месяц назад. И я в ответ писал им простые выражения, мы-то знаем, что он родился месяц назад, но что нам и кому доказывать? Другими словами, мы так и да, будем говорить о мессии, не для того, чтобы говорить после его рождения, а рассказать это как то событие, которое очень важно. Мы не будем доказывать о том, что он родился в это время или в прошлое, нам нужно говорить о том, как это произошло, насколько это важно. История рождения обещанного мессии можно пересказывать множество, множество раз. И очень часто это хорошо получается для детей, потому что это хорошее, вот, такое хорошее время, когда мы говорим детям о начале радости. Рождество всегда, оно привязано к радости, большой радости, и праздничные вот такие украшения, которые вы можете увидеть за границей, которые подтверждают, утверждают о том, что этот праздник, несомненно, важный. Этот великий дар миру, который изменил историю всего, что было после его рождения. Рождение Спасителя означало изменение всего того, что было после его рождения. То есть история, и как мы знаем, эта история очень важна. Как в те древние времена, так и сейчас, вообще-то люди устраивают свои надежды на исправление мира, в котором они живут, основываясь на каких-то предсказаниях, чувствах, переживаниях. Если я буду говорить об этом, я буду говорить очень просто. Например, у каждого из нас есть какое-то предчувствие, что нам нужно и что-то делать, что должно измениться время, и это время очень важно. То есть, другими словами, когда-то наступит конец карантина, объявят, что ковид уже не опасен, и мы как-то с надеждой смотрим в предсказания врачей, ученых, политиков, и всегда говорят, все изменится. Подождите чуть-чуть, сделаем вакцину, всех привьем. Некоторые начинают говорить, подожди, не все так просто. Прививать кого? Когда? Зачем? Почему? А будут ли там чипы какие-то биологические? Друзья, все равно человечество, оно крутится вокруг изменений, перемен. И я думаю, что ожидание Мессии, надежда в сторону изменения обстоятельств, было основанием народа, который ожидал перемен. И Всевышний обещал эти перемены. И вот ожидание пришествия Машеиха было в состоянии таком, когда же придут изменения, когда мне лично станет легче. сегодня подсознательно, даже у евреев, они тоже считают, что Машеих должен прийти, мы же так долго его ждем, и подсознательно, он установит мир для Израиля, и не будет больше войны. Я говорю, кто бы сделал бы вакцину, чтобы мы могли любить друг друга, а не убивать и издеваться, проводить войны. Я думаю, что эта вакцина является очень важной для нас. Это любовь Божия, которая не зашла в наши сердца, если мы примем ее. Вопрос, где родился Мессия, или же другими словами, когда задали вопрос волхвы, или же те звездочеты, мудрецы Востока, придя в Иерусалим, они говорили, где родился царь Иудейский. Стревожился весь Иерусалим, испугался, вдруг внезапно, 400 лет молчания пророков, и вдруг здесь приходят и говорят, мы видели его звезду, где родился царь Иудейский. Все перепугались. Неужели это наступило? Неужели это не только вот рождение его потрясло, вот мир, да, и люди пришли с Востока, чтобы поклониться ему. Неужели это новая история для Израиля, и обещания Божьи наконец-то сбываются. Вы знаете, когда дали в ООН, проголосовали о том, чтобы Израилю выделить землю, тогда весь мир вспомнил о том, что сбылось пророчество. Это в наше время. Это еще мои бабушки, да, и мои дедушки, которые молились о том, чтобы Израиль вернулся в землю Бетово, но и пророчество, которое Бог говорил о возвращении, и может быть народ родился за один день, и во время вот родилась, нация родилась в одно время. Так и тогда, да, в то время, возможно, люди тоже думали о том, неужели придет Машех, и когда пришли спросить, а где он родился, все испугались. Конечно, вы помните эту историю. Ирод начал тревожно бить колокола, да, собирать всех книжников, фарисеев, говорит, где должно быть? Другими словами, оно мне не надо было, мы так долго его ждали, что мы же забыли, что он должен был прийти. Давайте поднимайте исторические данные, что говорили пророки, что говорил Бог о том, когда придет Мессия. Я хочу зачитать это местописание, это уже Матфея, вторая глава, кажется, 5-6 стих. Они же сказали ему Вифлеем Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воевоз Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Это пророчество очень важное, которое подтолкнуло Ирода потом на какие-то действия, которые, будем говорить так, не были, не кровавые, они кровавые действия были, да. Но смотрите, я хотел бы еще почитать оригинал Мессорецкого перевода, то есть Мессорецкий кодек еврейского писания. Там идет очень немножко другой, так тоже самое пророчество, но более утвержденный, очень-очень сильно направляющий на утверждение того, что пророк говорил, что Бог говорил через пророка. «И ты, Бетлеем, Эфрафа, мал ли ты между тысячами Иудинах? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала одней вечных». Я хочу, чтобы понимали, что это выражение, которое вот мы читаем, оно очень утвердительное. Не просто будет мне владыкой, а он говорит, он должен быть. И момент, говорит, он не только должен быть, а его имя, происхождение от начала. Другими словами, это тот, от которого я говорил, это молодыка вечный, царь Израиля, и это Машиах. Большинство людей в мире знают историю младенца в яслях. О, сегодня это повторяется. Сегодня люди смотрят на маленькие такие сценки, делают какие-то постановки, ставят возле елки какие-то еще фигурки, где есть младенец в яслях. Это картина везде, как бы часто. И людям ассоциация, очень проста, Рождество, ассоциация с ребенком в яслях, то есть в корзинке для еды, которой пользовались животные. Вот так вот. Я помню, когда мы были в Ватикане, в нашей эмиграции такой длительной, и мы пошли посмотреть возле Ватикана это как бы такое построение, или, можно сказать, вот такой декор. И действительно там все фигуры в человеческий рост, как это должно было быть, может быть, или не быть, но люди, толпы людей смотрят и смотрят, фотографируются. То есть эта картинка младенца в яслях знакома очень и очень многим людям. Не говорю всем, потому что многие, может быть, игнорировать, для них это ничего не значит. Картина, чаще всего-то картина смирения, простоты такой, да, царь Израиля родился и был положен в ясле. Некое смирение, человечность нашего Бога, да, вот, и который не зашел к людям. Знаете, Мессия, царь Израилев, по определению пророков, не родился в Иерусалиме, но в городе хлеба. И само вот это даже, рождение в доме хлеба, тоже пророчески, как бы, дает нам перспективу, что он есть хлеб жизни. И что он говорит, я есть хлеб жизни, поэтому и родился даже в Эфлиеме, в Бетлехем, то есть в доме хлеба, и уже говорит о том, что он является тем, как бы, посланником от Бога, кто будет знать его, он не будет алкать. Несмотря на красивую историю Рождества, Мессии, я могу только представить себе нелегкое положение этой пары, ожидающей своего первенца. Мы-то смотрим, как бы, со стороны, и все как хорошо, особенно, когда люди смотрят фильмы. Как все нормально было? Что здесь плохого? На осле приехали, все было, ну, не было в гостинице места, ну, это же не пять звезд, ну, нормально, в те времена еще можно было так пожить немножко, так и в другом месте. Когда я думаю об этом, о картинке, может быть, красиво оно видно на фотографии, или же, можно сказать, на том листе или открыточке, которую вам дарят. Ну, представьте себе это состояние. Сегодня можно вызвать скорую помощь к роженице. Сегодня быстро позвонил, рожаем, и сразу в роддом. возможно лечь для многих на сохранение. Знает, что, ну, как бы так, не все так легко, можно еще лечь на сохранение. Но тогда, что было тогда? Как можно было вообще пойти на УЗИ или не пойти на УЗИ? Кто тебе скажет, когда ты родишь точно? Сейчас это можно до дня конкретно вычислить. И слава Богу за это. И я представляю, как только когда Мирианг, нося своего первенца, Иосиф, понимая откровение Бога о том, кто должен родиться, и вдруг приходит это постановление Кесаря, чтобы пойти каждый свой дом, откуда он родом, зарегистрироваться, это перепись была, зарегистрироваться, и это обязательно нужно сделать, потому что иначе были штрафы. Сегодня люди не хотят регистрироваться на парламентские или же президентские выборы, не хотят идти на те участки, да, а тут надо было проделать путь. Кто примерно понимает, какой путь нужно было проделать Иосифу и Мириам для того, чтобы попасть на регистрацию своей фамилии или своего рода, 140 с лишним километров. 140 километров. Это если нормальных люди ходят, да, нормальным шагом по трассе здоровья, которая у нас, это, ну, ладно, 5-6 километров в час, это 28 часов. Марафон пошел. 140 километров. Женщина, между прочим, беременная, на минутку, да, на последнем сроке, и тут им говорят, надо, можно сказать, вы что, не понимаете, женщина в положении, оставьте ее дома, что вы ее мучаете, да, 28 часов без остановки, пешком, ну, наверное, я не знаю, сколько там они шли, 3-4-5 дня, неделю, ну, с севера Израиля на юг, путь был нелегкий, ты сегодня едешь на машине, и ты думаешь, боже мой, кто такие машины создает, ты вверх, едешь в гору, она не тянет, вниз она не тормозит, вы понимаете, людей много, там, эти, эти моменты, там, в то время и трасс не было, значит, какие-то были долины, горы, путь, путь нелегкий, какой, что могло их ожидать, Павел, помните, говорит, от разбойников, я был, я был ограблен, грабили меня, а значит, о том, что у Иосифа и Мирием было такое, как бы, ну, предчувствую, либо такая, как бы, одна из возможностей, чтобы быть ограбленными, было небезопасно, это горы, может быть, подъемы, долины, ручьи, может быть, лес, либо нет, либо нужно было идти, но холод, да, ветер, дожди, вы сказали, Ребе, вы, что вы так, вы там, это же Израиль, тепло, чтоб вы знали, тепло сейчас у нас, там холодно, в том месте, где, куда еще, и шла Мирием с Иосифом, даже, я написал поздравление, и Дима, который у нас из Одессы, мне пишет, Ребе, что вы там делаете, там так холодно, приезжать, я говорю, у нас вчера плюс 12 было, так и да, у вас теплее, вы понимаете, а в Израиле, там, вот тепло, как бы так, не сильно много, и когда ты приезжаешь туда, в это время, ты можешь замерзнуть, холодно, я понимаю, какой путь нужно было произойти, я помню, когда я должен был стать папой, первый раз, рождение моего сына, тоже было в эмиграции, мы путешествовали, мы не знали, когда он родится, мы не понимали, что будет происходить, Таня тоже на УЗИ не ходила, то есть можно представить, состоя, и я переживал, ладно, я переживал, но мама переживает всегда больше, она вся готовится к тому, чтобы тот первенец, который родится в этот мир, он родился бы в хорошее время, правильное время, без каких-то последствий, все остальное, а папе, это все равно, чаще всего папа, когда присутствует в природах, папа потеряет сознание быстрее, да, вот, вот такие мы крепкие мужчины бываем, да, и для женщин это было совсем другого состояния, и вот это путешествие, это, 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 это путь, который завершает роженица, наиболее мамам переживаемы, эмоционально, что вообще Мирьям переживала, сколько раз готовились, они, наверное, в этом пути к родам, я не знаю, сколько раз было, например, может быть, ложных схваток, я помню, когда Джошуа должен был родиться, по крайней мере, он у нас родился завтра, мы, мы, у Татьяны, начали схватки, 24-го числа, и мы быстрее бегом в госпиталь, приехали, положили, мы полежали, полежали, все прошло, и опять выписали, ладно, у тебя можно в госпиталь приехать, там, да, когда так, а вот сколько в это путешествии, Мирьям и нагрузочкой такой, да, можно было родить в любое время, под любим кустом, да, вот ситуация очень неадекватная, я не знаю, но из опыта понимаю, какие варианты вообще могли быть, что вообще могло с ней подслучиться, несмотря на предполагаемые трудности, мною предполагаемые, что могло происходить, обстоятельства, которых был Иосиф и Мирьям, они очень были исторически направлены Богом, Мессия преодолев утробы матери, такой непростой путь рождается в неординарных условиях, дает надежду каждому человеку, посреди моих испытаний, которые я проходил в жизни, я не всегда понимал, почему я прохожу то, что я прохожу, кто-то понимал, вот у вас ситуации такие какие-то происходят, да, вы не понимаете, что вообще происходит, почему оно происходит, а зачем это надо сейчас, можно было потом это сделать, и ты, когда проходишь эти трудности, когда я проходил, только через какие-то года, ситуации, я мог понять, а, вот это происходило тогда, потому что, я понял, это нужно было, чтобы то, что было тогда, нормально пройти сейчас, но только я понимал, что только Божье руководство могло помочь мне, но в тот момент, когда я проходил эти трудности, я не мог представить, зачем они нужны, эти события, давайте зададим вопрос, я сегодня, как бы, такой расслабленной проповедью делаю, зададим вопрос, если бы не вышло повеление Кесаря о переписи населения, исполнилось бы Писание, где должен был родиться Мессия, кто куда бы поехал, Иосиф и Мириум сказали, секундочку, нам на севере хорошо, там нормально, там нет диких волков, волков и зверей, возможно, я так шучу, конечно, если бы не было повеления, пошли бы Иосиф и Мириум в путь, рискуя своей беременностью, конечно же нет, если бы не было всяких трудностей и обстоятельств, родился бы Мессия в Беттлогеме, и вопрос самый последний, почему он должен был родиться в городе Давидов, почему в Вифлеме, почему не в Иерусалиме, почему не там, где они жили, в Назарете, давайте мы вернемся к пророчеству, Михея, 5 глава, 2 стих, «И ты, Вифлеем, или Беттлогем, Эфрафа, мал ли ты между тысячей юдиных, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и который происхождение из начала дней вечных». Он говорит, он там должен родиться. Между прочим, еще этот же пророк делает одно интересное заявление, пророческое, 4 глава, 8 стих, если там увидите, посмотрите, очень интересно, «А ты, башня стада, холм Шересиона, к тебе придет и возвратится прежде владычество царства, черем Иерусалима». Иерусалима. Такими словами, он говорит о башне стада, холм Шересиона. Тут важна оговорка, которую делает пророк, о владыке Израиля, которое происхождение от сотворения мира. Иными словами, Михей не просто говорит о том, что Мессия родится в Беттлогеме, но Беттлогеме Эфрафа, не просто в доме хлеба, а он говорит, он родится в доме хлеба Беттлогеме, и вот этот момент очень важен, потому что то, о чем мы говорили, младенец, который положен в яслях, красивая картинка смирения, как бы такого, как сказать еще, человечности, самого Мессии, очень скромность такая, которая привлекает людей к этой личности. И вот, вот, это вот момент, это территория, которая вот он говорит, Беттлогеме Эфрафа, это территория пастбищ и хлебных полей, агрокультурная колыбель Израиля. И называется это место Мигдаль-Эдер. Мигдаль-Эдер, это на еврейском, если вы возьмете словарь, вы посмотрите, это сторожевая башня храмового стада. Храмового стада. Это одно из мест, где остановился якобы пути в Эфлием. Евсей Кисарский, это епископ четвертого столетия, это историк, писал о том, что Мигдаль-Эдер находится в полутора километрах от востока, на востоке от Беттлогема. Это то место, о котором пишет Михей, башня стада. Вы скажете, а что так важно? А что вот здесь такое важное? А это место, почему оно такое важное для того, чтобы Мессия родился именно там? Это место, как я уже говорил, недалеко, полтора километра от Беттлогема, это было поле царя Давида. Это поле его наследства. Это было поле его прародителей. Там, где он, помните, пас овец, то место, где он побеждал льва, где побеждал медведя, то место, где он и был пастухом. И когда он стал царем, и Бог положил ему на сердце, даже его личное желание построить дом Всевышнему, он предполагал и то, что должно было исполниться. Другими словами, когда приносили жертву Всевышнему, то жертва, которую приносили, должна была быть какой? Чистой. Ни пятна, ни порока, ни поломано ничего. Он должен был чистым быть, этот ягненок. И понимая это, Давид говорит, я дам поле, на котором будут растить жертвенные животные, чистые, без порока, там они будут ухаживаями, именно пастухами. Он выделяет это место. Как и сегодня, евреи ищут эту телицу, которая была без единого белого волоска, усматривают, чтобы когда-то принести в жертву эту телицу, как за грех Израиля. Но момент очень важный, что и тогда осматривалось это. Осматривалось. Давид отделяет семейное поле, посвятил его для пастбища, отдельного стада, которое было бы только для храмового служения. Потому что это недалеко. Буквально, вы не думаете, это километрами, десятки километров люди ездили или ходили, искали, где овца без пятна и порока. Нет, нет, нет. Буквально это недалеко от Иерусалима было то место, где эти холмы были. Даже сегодня поехать минут, наверное, 25-30 минут езды к тем местам. Это поле было воздвигнуто, на поле были воздвигнуты башни. для наблюдения за овцами. Если овца имела любое увечье, она не могла быть принята для жертвоприношения. И потому пастухи наблюдали за овцами с башень очень внимательно. Их основная задача была смотреть за чистотой отары. Слышите, нет? Если пойдете посмотреть, именно что это означает именно башня для стада, вы увидите на том поле, где как раз Давид отдал, были такие маленькие постройки, где пастухи наблюдали за овцами, которые находились на этом поле, ни дальше, ни больше, на этом поле. И неудивительно, что пастухи увидели ангела, явившимся им в этом месте и на том месте, где, знаете, приготовили или подготавливали овец для жертвоприношения. Вопрос, почему родился Машеях там? Другими словами, ангел Господень явился пастухам, которые оберегали и наблюдали за пасхальным агнцем в стаде. Я знаю, что многие получат откровения. Это не просто Ишуа родился в Бефлогеме. В той стране Писание говорит о том, что были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего, и вдруг пристал им ангел Господний. Слава Господне осила их и убоялись страхом великим и сказал ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в горе Давидов спаситель, то есть искупитель, который есть мессия Господь. И вот вам знак вы найдете младенца в пеленах лежащих яслях. Внезапно явилось ангелов множество воинства небесного славящий Бога возвещающий слава Вышней Богу и на земле мир в человеках благоволения. Знаете, когда ты просто читаешь это, просто представляешь свои какие-то странные вещи, пастухи пасутся, там вдруг им появляется, и вопрос для чего именно этим пастухам? Почему? Нет было разве других пастухов, а именно их. И теперь мы понимаем, что то место, которое было посвящено Давиду, Давидом, для содержания именно храмового стада, они понимали одну простую вещь. Нам нужно хранить это стадо, для того, чтобы из этого стада был взят агнец. Но интересно, Бог говорит, вы найдете, ну, ангел Господень, найдете младенца, вот вам знамение, найдете младенца, закутанного в полотно, да, и положены в яслях. Что это за знамение? Почему именно такое? Разве дети, что, голые, лежали у евреев в их коляске? Тоже заматанные, тоже, помните, как в советское время мотали, раз, и не знаешь, куда повернуть голову. Я того не помню, конечно, когда смотришь на все, это страшно. Вот, смотрите, я хочу вам одну вещь сказать. В раввинистической учении и в раввинистической традиции есть такое понятие, когда они говорят, что в прошлые времена священники приходили из Иерусалима, где стоял храм, на чрезвычайные праздники в Мигдаль-Эдер выбрать агнеца для жертвы, так называемый агнец Божий. Они брали агнеца во внутрь башни для обследования, помещали его в ясли для безопасности. Затем, убедившись, что жертва, жертвенный агнец пригоден для жертвы по закону Моисея, они заворачивали его в полотно и несли в Иерусалим. Они его несли. Потому что если вести агнеца, что если ногу подвернет? А? Что если в него что-то вцепится? Какая-то зараза. Какой-то еще там жук и так далее. И секунду, что вы слышали. Царь Давид посвящает поле для того, чтобы там возращивали овец для жертвоприношения. На них были построены башни, чтобы наблюдать за каждой овцой, чтобы она была без всякого травмы. И когда приходили священники, они брали эту овцу, обсматривали в башню. Помните, как Давид говорит, я буду взят в башню, я буду что? Безопасности. Да? Там его смотрели и нашли, что оно годное, завернули и положили в ясли. Поэтому неудивительно, что ангел Господень говорит, вот вам будет знамение, вы найдете младенца, укутанное в полотно и положенное в ясли. младенца. они увидели это, они понимали. Моя работа как пастуха найти и хранить этого агнца. И когда его найдут, его приготовят к жертве, его завернут и положат в ясли. И я знаю, что это агнец Божий. тут мы видим исполнение пророчества Мессии. Но родители, что вообще родители в это время думали? Мерием, Иосиф. Они прекрасно понимали, что Бог их избрал до этой миссии. И что им было открыто, что кто такой Мошех, что рожденный от них это избавитель. А давайте попробуем. Мы сейчас только читаем, понятно для нас. А что они переживали? Они также преодолели все трудности. 140 километров идти Мирьем на транспорте в Ючном. А Иосиф трудности холодно, не холодно, неделю это пришли. Переживания. Отошли воды, не отошли воды. Какие кто там был? Была там повивальная бабка с ними или не было? Я не знаю. Что они переживали? Они так же искали место в гостинице, чтобы нормально, чтобы было удобно для жены, для ребенка. Но Божье пророчество, которое было сказано о Мошехе, это не просто показать смиренный путь рекорнации, дали, можно сказать, Божьего вхождения в этот мир. Потому что мы понимаем, что и слово стало плотью, обитало посреди нас, полная благодать. Но это было конкретно пророчество о том, что он является Агнецем Божьим. Он родился там, не просто в доме хлеба, а в месте, где было или готовилось стадо. Это храмовое стадо. Они просто преодолевали трудности, как могли. Ничего сверхъестественного не было. Житейские обстоятельства, как у всех. Они не предполагали, что им придется пережить. Может быть, у них были свои планы, но они шли, как и шлось. Сегодня моя молитва о каждом из нас для того, чтобы мы увидели Божью верность нам, как она была явлена и Мирием, и Иосифу. Они не предполагали, они не знали, почему он должен там родиться. Вы понимаете, чем я говорю? Мири знала, что он родится, но почему там? Почему там? Подобно и нам, у нас есть обстоятельства в жизни, в которой мы живем, ситуация с пандемией, экономикой, политикой, зима, ситуации, которые у нас есть, возможно, трудности, через которые мы проходим, потеря близких, может быть, дети как-то еще себя ведут, и мы состоим в моменте, что происходит в моей жизни, неужели благословения, которые обещал Бог, они не могут исполниться моей жизни сейчас. Я вам скажу одну вещь. Мири знала обетование, она знала, что Бог ей сказал, она знала, что она носила, но она не знала, почему он должен родиться в другом месте. Иногда мы проходим путь, и мы хотим, чем быстрее, тем лучше. И почему так, а не иначе. Я хочу молиться о том, чтобы мы осознали, что Бог остается верным, и то, что он обещал, он исполниет. Возможно, нам не нравится этот путь, и как он это делает, но то, что он обещал, он исполнит. Как Мирием не могла предположить, что младенец его и в пеленах будет лежать в яслях, в яслях храмовых овец, не могла предположить, что это значит. Возможно, и у вас есть обстоятельства, которые вы не можете себе представить, почему. Пускай в эти рождественские дни или же конец календарного года вы доверитесь Богу в вашей жизни так, чтобы идти и знать, что Бог с тобою. И Он доведет до того времени, и Он исполнит то, что Он уже видит. Это так сложно. По-человечески, я понимаю, мне сложно к человеку. Если вы знаете всю мудрость Божью, если бы знать все откровения о себе, все как должно быть, наверное, было легче, либо, наоборот, сложнее. И часто народ Божий сравнивается с паствами или же с овцами. Овцами, которые нуждаются в заботе. Бог смотрит над нами. Он следует своим принципам. Он следит за нами. И каждый тогда, когда нам больше всего нужно, Он говорит, еще немножко, еще чуть-чуть. Доверься мне, что в этот не не просто будет рождение сына пятизвездочной гостиницы. Ты его родишь особенно в том месте, где я запланировал ему родиться за сотни лет до до его рождения. картина картина Агнца Божьего в яслях, откровение для пастухов. Вот Он, вот Он в Машиях, закланный за нас до сотворения мира. Вот это слово и вот это пророчество, исполняющееся в ваше время. Будьте пастухами, будьте теми, кто будет наблюдать, будьте теми, кто будет ожидать, кто-то будет хранить, беспокоиться, Писание говорит о том, чтобы мы друг за другом не следили и стучали, а заботились и молились, чтобы нам совершить путь, чтобы мы были чисты, представлены перед Ним в чистоте. Наша задача. Если вы считаете, что вы уже достигли чего-то, учителями стали, ведете домашние группы, служения, это ваша задача, как служителей, пасторов, наблюдать, что то, что нам доверено, то поле Давида, которое дано нам, то, что было посвящено чистому храмовому служению, а у нас, когда мы идем на шаббат, у нас храмовое служение, чтобы мы могли представить себя чистыми. трудно? Да. Сложно? Нет. Потому что Он заботится о нас, а нам нужно довериться. Как мы празднуем Рождество, когда нет разницы, когда напомнить даже себе почему и для чего. вспомнить о том, что Он пришел в этот мир не просто как человек, а как агнец Божий, запеленный, положенный в яслях, на холмах, где были атары, Бог говорит так, стада храмовых овец. Мы сейчас ставим наши ноги, я хочу помолиться, и возможно, кто-то получит откровение или кто-то уже получил откровение о Рождестве. Да, можно петь, можно танцевать, можно говорить и рассказывать стихи о чудесном рождении в Вифлееме, но углубиться в суть Божьего плана нам необходимо. Он родился, чтобы умереть, а мы родились, чтобы возвещать о его чудных делах. Он родился, чтобы понести боль всего человечества на кресте. Мы родились, чтобы отдать ему всю ту боль, которая у нас. Вы не случайно на этом месте, вы не случайно смотрите нас в интернете. в тех, кого Бог любит. Да, глупо может быть смотреть на Рождество, на то, кто родился, на Ишуа, некое безумие для некоторых людей в это современное время. Но скажите, разве у нас мало безумия? Самая простая вещь, которую Бог дал, самая чудесная и, возможно, невероятная, как зерно горчичное, положи эту надежду на Мессию, которая положена в ясле Агнца Божьего. Там, в Эфриеме, Эфрата, пастухи уделили свою надежду, поклонились и сказали, что воистину это радость, что моя жизнь изменится. Она изменилась, и моя жизнь тоже изменилась. Поднимаю я к Тебе наши руки, Аббам. В эти праздничные дни всего мира, где люди празднуют рождение Спасителя, отсчет нового времени, но мы знаем, что этот младенец, завернутый и положенный в ясле, был и есть наш Спаситель. Господь Ишуа, тот, кто воскрес из мертвых, дал нам надежду, и сегодня мы благодарны не только за рождение, но также благодарны и за крест голгов и воскресение из мертвых, надежду, которую ты нам дал. и эта надежда зажглась в Вифлееме 2000 лет назад. Что можно сказать? Спасибо, что я на этом месте. Спасибо, что ты стал этим агентом Божиим, и ты дал мне искупление, прощение, милость и благость. Я, Господь, полагаю все свои сложности, трудности в это время на тебя, потому что я могу только на тебя надеяться. И, возможно, я не вижу сейчас, почему я прохожу эти трудности. Возможно, я не вижу эту скорбь, которая меня просто раздражает и состояние, в котором я живу, недовольство. Возможно, я не вижу причины, зачем это нужно сейчас. Но я прошу тебя, дай мне посмотреть на Рождество как не причина, а как следствие моего греха. да, я согрешил, и ты дал сына своего, чтобы я имел надежду. И, возможно, я посмотрю на мою ситуацию, в которой сейчас нахожусь, этот год через время я скажу, а хорошо, что я это прошел. И прошел это, потому что ты дал мне надежду. Господь, мы молимся сейчас за каждого человека, который, возможно, в панике о своем здоровье. Возможно, панике от ситуации, которая произошла. Нету работы. Возможно, болезнь. Возможно, это потеря близких, или же вообще неуправляем из каких-то ситуаций. Мы в этот рождественский дни передаем то в твои святые руки и скажем, как ты, а не я. Дай нам быть по-человечески открытыми, рассуждать, не обсуждать, говорить, а не кричать, полагать у твоих ног, а не хвататься на свои проблемы, носиться с ними. Боже, пускай придет радость в дом каждого человека, кто уповает на тебя. А мы просим исцеления для тех, кто больный, кто даже, может быть, в больнице сегодня, или у себя дома. исцеление для них, для каждого. Пускай придет вера в Иешуа, Мессия, потому что младенец дан нам, младенец тебе дан в ясных надежда для мира, искупитель. И Бог говорит, Иммануэль, я с тобою, он с нами в это время. Давайте мы сейчас споем, поклонимся Он достоин хвала Ему. Шмар Израэль Адонай Эллоэйну Адонай Эха Эхэль 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 Продолжение следует...